Ладно. Вот в очках сегодня. Я возле столбика сидит. В очках. Нет, нет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Ну, хотелось спросить, а вы будете замуж? Что вы будете делать? Нам надо найти подружек, которые вас будут знакомы с кем, потому что вы очень скромные. Вот есть два типа девушек. Когда на них смотрят, они улыбаются. Потом делают вид, что они ничего не заметят. И они шибают в ногу мужчину своей улыбкой. Идут потом думают, ходят, привязываются. А второй тип женщины, когда на них смотрят, они делают вид, что они вообще не заметили. И непонятно, то ли им понравилось, то ли нет. И вот вы второй тип. И как бы мужчина туповат в этом вопросе. Ей надо какой-то знак дать. Если он смотрит, как бы ничего не видит. Реакции никакой. А реакции нет, потому что вы очень скромные. Вам стыдно, как бы даже смотрели. Вот. Поэтому нужно, чтобы кто-то вас знакомит. Вы через себя не перепутните. У вас такая проюта. Очень застенчивая. Поэтому замуж выйти – сложная цель. Нужно найти подружку или просто вот хорошего человека. Сейчас мы этим займемся. поднимите руку девушки, женщины, которые любят знакомить. Искать. Вы любите, да, знакомить? Ну, встаньте. И вы встаньте. Вот она вас будет знакомить. Подойдите к ней. Подойдите к ней, возьмите к ней телефон, и будете ее знакомить. А? Что мне ехать? Я не убью, это хорошо. Нет, сейчас подойдите. Потому что вы можете не убежать, а она убежит. Она скромная. Можно еще? Можно еще? Можно еще? Можно еще? Можно еще? Можно еще? Да, конечно. Телефончик сначала дайте. В моей жизни есть молодой человек мусульманин. Давай телефончики дайте. Потом расскажу. Он вроде бы вызвал меня замуж, но я не знаю, как он человек носит. А он где? В космосе живет? Нет. А где? Он сейчас у тебя на родине, но скоро вернется в Харьков. Где у тебя на родине? В восточной стране, в Каджикистане. Ну, хорошо. Он сколько вы с ним знакомы? Года два. Он жил все время там или здесь? Нет, он два года жил в Харькове, но в Харькове это знакомилось. Он не звал его замуж? Ну, он как бы звал, но это не ясно голосом. То есть это голос должен звучать четко, да? Ясно? Нет, просто он хочет выйти к ней жениться на мусульманке, потому что так хочет его мама. Но я не понимаю, это хочет его мама или вон. В общем, не могу понять. Серьезно мне вон это не было или нет? Я вас не могу обрадовать по поводу этой ситуации, к сожалению. Скажите, пожалуйста. Если сказать, как есть, то он хорошо к вам относится и хотел бы вас взять замуж. Но он никогда не перешагнет через свою маму. Мама категорически настроена. И это станет колоссальным препятствием ваших отношений. Я не вижу, чтобы вы смогли перешагнуть через это препятствие. Он будет метаться между двух огней. И если вы даже выйдете за него замуж, ваша жизнь будет наполнена трудностями в этих отношениях. Потому что мама очень категоричная. Она никогда не поменяет свой принцип. Поэтому вероятность того, что он позовет замуж серьезно, очень невысокая. Даже если он это сделает, то дальше опять проблемы. Поэтому девушке-фелеводчик дали? Да, даю. Благодарю. Общайтесь. Спасибо вам большое. У вас сейчас хороший приют. Она вам дает молодого человека. Благодарю. Видите, девушка скромная, хорошая. Вот такая же марка. Обычно такие девушки хорошие и женные с тобой. Поэтому пускай какой-нибудь парень будет счастлив. Можно им помочь. Он будет тупачка, женщина. Правильно? Олег Геннадьевич. Очень рада, что вы в Харькове. Намастен. У меня вопрос касательно отношений с моим сыном. Они очень усложнились в последние три года. Сын, ему уже 35 лет. У него был стресс. Он нашел депрессию. Вот из-за этого он усложнились? Не работает. Не может наладить решение меня. То есть он успеет. Он ползает в полтретьего только с кровати. Он не путаем не успевает. Ни на работу ни к врачам. Сейчас там лечат невроз. Вопрос, что делать? Живет с родителями с нами. Он на лекции слушает? По моей просьбе. Но это не самостоятельно. Вот если он будет длительное как-нибудь практиковать. Четыре часа двадцать минут. И возле телевизора стоит по часу. То он пробьет этот блок психики. А именно проблема в нем. А еще проблема в том, что идет длительный плохой период. Он начался где-то около трех лет назад. И закончится через пять месяцев где-то. То есть он уже заканчивается в плохой период. Но осадочек останется. Потому что этот плохой период сделал блок в организме. Его надо пробивать. И это можно только с помощью длительного движения делать. Понимаете? Нет другого способа. Еще возле телевизора статика тоже нужна. Потому что там уже и статическое напряжение в теле. И динамическое напряжение в области. Ну то есть в таких случаях, когда депрессия. Наркотиков нет. Нет. Ну слава богу это тоже важно. Потому что наркотики занимаются спортом. Ну потом он тогда включить длительную ходьбу. И все проблемы решено. Потому что просто спорт не помогает. Он не прочищает полностью канал. Он потренировался. Он 20 метров. Прочистился. А проблемы на пятом находятся. Все. И ничего не работает. Дмитрий Геннадьевич, что я могу сделать? Уговорить. Вместе с ним ходить. Вместе с ним ходить. Вместе с ним ходить. Первый раз. Первый, два, три раза с ним пройти. Угу. Все эти врачи. Психологи. Все это. Эти вопросы идут о лечении на таком серьезном. Это все не работает. Да. Просто вот смотрите допустим. Если меня оставляет свет, допустим, и я нашел очень крутой способ закрыть глаза, то это все равно не жизнь. Понимаете? То есть, ну это не лечение. Вот эти все таблетки, они просто блокируют связь психического тела с другого тела. Но, грубо говоря, в психическом теле блок как был, так и остался, ничего не меняется. Это означает, что он, в принципе, они его не будут лечить. Они просто не будут создавать вот это ощущение, что ничего не происходит. Ну, это хорошо, когда, допустим, у человека психоз острый. Его больницы вот везли там, транквализаторы вдали. И он, вот психоз бывает всегда в какой-то промежуток времени. Если по судьбе это время проходит, человек может сам по себе становится легче. И как вот лечат в психиатрических больницах? Они просто транквализаторы вдали, а тем временем судьба плохая проходит. Проходит неделя, две-три, оп, период сменился, и человек, в принципе, лучше становится. Его снимают с ответок, и он дальше живет. Но это не лечение. Потому что блок как внутри был, так и остался. И в следующий плохой период опять психозит. Потом он нет, и потом это все будет увеличиваться. Это моё лечение, это когда человек с природой контактирует, длительное движение на природе. Это лечение. А природа лечит человека. Тотельки – это просто временная помощь. Он нормальный человек, если он спортом занимается, значит, он в принципе не выключен. Просто период очень тяжелый, влияет жестко на него и силой его забирает. Поэтому нужно просто делать то, что надо делать, и все. И будет хороший результат. Я рад вас всех посвидеть. Добрый вечер. У нас сегодня очень интересное и важное дело. Мы говорим о отношении между мужчиной и женщиной. И сначала начнем не с характера, как там в теме обозначено. А начнем с того, что человек живет для любви вообще. Цель человеческой жизни – любовь. И это основная такая мотивация в жизни у человека. Это любовь, чтобы были отношения. Это очень важно для человека. И там, где у него важно, там находится засада всегда. Потому что желания человека, они имеют природу влияния на других людей. Вот, допустим, приведу пример. Если, допустим, девушка сильно, очень сильно хочет выйти замуж, то она, скорее всего, не выйдет замуж. Почему? Потому что она, когда смотрит на человека, который ей нравится, то он не выдерживает ее желания. Это феномен можно видеть, когда, допустим, человек сидит, попрошает на человека, он хочет кушать, допустим, да, и он очень сильно просит. И этому человеку очень трудно подать деньги. А если сидит спокойно, как бы, ну, у тебя есть склонность подать далеко подаешь, но если он сильно просит, то очень сложно. Точно так же, это так работает желание. Ну, то есть, желание, оно действует противоположно. То есть, оно, как бы, мешает получить то, что тебе надо. Или, допустим, человек сильно хочет поступить на студию. Он смотрит на преподавателя, напрягает их, и они ему ставят то, что он хочет. А если он спокойно, ну, то есть, другими словами, желание является очень опасной силой. И это касается не только создания вопросов семьи, но также вопросов отношений. Потому что желание, они включают в очень сильные механизмы чувствительности повышенной, и обидчивости, ранимости, депрессии. Они, в целом, разрушают любовь. Ну, то есть, знаете, для любви, она движется естественным образом между мужчиной и женщиной, если они полюбили друг друга. Вот она, естественно, движется. Но сами желания счастья друг от друга перетягивают эту энергию. То есть, они, как бы, не дают ей нормально двигаться. То есть, они разрушают это чувство любви, желание силы. Понимаете? Поэтому очень важно человеку научиться правильно обращаться со своими желаниями. Желание, в целом, оно слепо утверждает, что счастье должно приходить само собой. Вот, допустим, женщине кажется, что само собой мужчина должен нежной мастерой с ней разговаривать. Он должен взять ответственность за нее само собой. Он должен само собой ее любить. Само собой относиться спокойно к ее эмоциям. Вот он должен ей давать гарантии само собой в жизни. Все это должно быть само собой. Мужчина считает, что само собой женщина должна его уважать, его мнение. Само собой, она должна его готовить, стрелать. Если он что-то говорит, она должна хлебать. Само собой, это все должно происходить. Она должна его считать очень серьезным человеком, уважать его. Само собой это все должно быть. И если это само собой не происходит, то возникает жидкое чувство несправедливости. Как ты вообще мог нежно и ласково не сказать мне сегодня вот эти слова? Или как ты мог вообще обратить внимание на своего друга, хотя мы были вместе и не обратить внимание на меня? Как ты мог, допустим, уже столько времени не звать меня замуж? Как я такая классная, я замуж успею с Олегом Геннадьевичем. И вообще, я к тебе очень хорошо отношусь. И вообще, уже считаю, что уже готовым, я вообще готов уже выйти за тебя замуж. Но ты до сих пор меня не поспал. И вообще, как ты мог это предательство? И поэтому я вообще сейчас еще Олег Геннадьевичу спрошу. Стоит мне ли мне вообще с тобой связываться? Понимаете, так действует желание. Вроде бы, с одной стороны, желание замуж очень сильно и должно быть как-то иначе. Но получается все не так, как мы планировали. Потому что желание, оно разрушает планы. То есть, оно создает проблемы. И эти проблемы, они решаются, перенаправляя желание в другое русло. Это не совсем стандартный подход. Вот, допустим, обычно, если болит печень, то надо лечить печень, да? А болит печень, она имеет причину ее болезни. Потому что она болит от излишнего днева, допустим. Или когда человек не умеет отдыхать во время работы. То он перегружает печень. Печень связанная своими функциями. Поэтому нужно что-то делать со своей силой боли. Своими болевыми функциями. Нужно учиться печенью или надбегать своей жизнью. Видите, это совсем другое мышление. Ну, как болит печень. Причем по-доброму разговаривать с людьми. Или отдыхать во время работы периодически. Вообще никак не связано напрямую с печенью. Точно так же вот я хочу, чтобы мой молодой человек относился ко мне нормально. Что тут плохого, Олега Геннадьевич? Почему вы сейчас какие-то философии какой-то разводите? Плохого ничего в этом нет. Просто само по себе желание настолько сильное, что оно разрушает отношения. И поэтому его надо переводить немножко в другое русло. И это русло означает вовсе не этот человек. А просто другие девушки. Вот если, допустим, ты хочешь хороших отношений. Тебе нужно иметь много хороших сподружек, с которыми ты будешь строить хорошие отношения. И тогда в этом случае и с этим человеком у тебя будут тоже хорошие отношения. Потому что твое желание перестанет иметь такую болезненную, жесткую непреклонную силу. Которая вызывает обиды, разочарования, страдания. Ну то есть представим себе девушку, которая наполняется в отношениях с девушками. Ей нравится с девушками, она их любит. И с ними все хорошо. Представим, допустим. Ну и молодой человек, допустим, немножко сглупил. Не знает, как с девушкой себя вести. Он выключает, то есть немножко. Притормаживает. Вот, допустим. Ну ничего страшного. Не и так хорошо. Ну, допустим, представим такую ситуацию. Муж, допустим, сглупил и не поздравил с днем рождения как надо. Вот он сказал, поздравил тебя с днем рождения. Ну это же ни о чем. Если я твоя жена, правда? Нужно, как вот, цветы подарил там еще сделать. Так, чтобы мне было приятно. И десять подружек поздравили хорошо с днем рождения. Пришли гости, поздравили. И все приносят счастье. А муж один с днем рождения. Просто все. Ситуация не такая критичная, правда. Потому что мое желание подкреплено многими людьми. Так или нет? И как-то в целом неплохо. Или, допустим, у меня сегодня день рождения, и сын получил двойку. На мой день рождения сын получил двойку. Но подарочек такой сделал. А много-много людей поздравил. Пришло гости. У меня праздник. Все смеются, поют. Я буду ругать сыну или нет? Нет, потому что мое желание, оно нейтрализовано чем-то другим. Правда? Итак, правило номер один. Если тебе, как бы, ты не можешь переносить отношения в себе своего близкого человека, это значит, что тебе не хватает добрых друзей, подружек. Мужчина, вот если, когда слишком сильно придирается к жене, ходит за ней, следит, как она делает, знает, что он не включен в работу, ему надо включаться в деятельность. Когда мужчина сильно занят на работе, ему некогда следить за женой. Он приходит домой, он бы и хотел посмотреть, как она там все делает, но у него, может быть, есть на это склонность. Но у него уже нет силы. И это хорошо. Потому что, если он будет лезть в ее дела, то она будет страдать от этого силы. Потому что у нее есть зона ее, как бы, счастья. Это квартира, чтобы там все стояло, как она хочет. У женщины, как бы, сильное эстетическое чувство, чтобы все было, как она хочет. Чтобы все стояло, чистота, порядочек, вот как я хочу. И муж приходит и говорит, ты почему вот это поставила сюда? И у него, я знаю, какое-то ощущение, что это какой-то прибор вообще. Причем вообще вот идти заниматься там своей на работе? Чего ты грезешь и манюшишь? То, что касается меня. Я же не иду и не говорю, почему вот я в тракторе, и там вот этот прибор находится на этом месте. Я же не изучаю этот вопрос, не интересуюсь. Он скажет, ну, понимаешь, ты же не изучала трактора. Я тебе могу рассказать, конечно, это займет два часа. Точно так же займет два часа тебе объяснение, почему у меня вот эта вещь стоит на этом месте. Потому что это наука, как отставлять вещи в доме, которые я изучаю, это моя жизнь, мне нравится вот так. Ну, как я тебе могу вот сейчас за пять минут это объяснить? Я все правильно женщине говорю? Вот. И так мужчина вот лезет у него там на кухне, что ты там делаешь? Зачем? Как? Какие специи ты кладешь? Это сильно утомляет женщину, сильно утомляет. Она теряет силы. Она может, конечно, рассказать, какие специи она кладет. Но она чувствует, что жизнь такая невыносима так жить. Потому что счастье, когда ее все оставили в покое, она глядет как хочет. Потому что она создает любовь, эту гармонию, с помощью приготовления пищи. Это ее жизнь. Понимаете? То есть, наши все желания, они могут идти в правильном русле. Или в русле, которое вызывает жесткие проблемы в отношении. Неправильном русле. Всегда, когда наше желание направлено, вот это желание мужчины направлено сильно на работу, допустим. Это, ну, или менее нормально. Но если он задерживается там лишнего, конечно же, мне неприятно. Вот она будет его за это ругать. Но это лучше, чем если бы он лишнего задерживался дома. А не на работе. Ну, то есть, если он дома задерживается, она будет, что ему здесь надо? Что он не ведет? Не занимает своими делами? Он лезет здесь, везде смотрит, ходит. Вот. Пришел, отдохнул, с любовью ко всем отнесся, и пошел на свою работу спокойно. Да, ему спокойно здесь. Ну, то есть, есть желание... Мужчина-то думает, что, ну, дом, который он купил, построил, это его дом. Он так думает. Это его проблемы. Потому что дом принадлежит мне. Она его контролирует. Она его... Ну, если бы это его был дом, там, как лошки везде висели, там, обои были с танками. Ну, обои все с этими цветочками, женской энергией. Кровати с цветочками, шторки с цветочками, все она там делает. Она контролирует территорию полностью. Вот. Это ее дом. Ну, вернее, он может быть, когда записан на тебе, но... И это ей все. Все остальное ее там. Она там делает. А ты там приходишь отдыхать. Ну, отдыхай себе спокойно. Радуйся жизни. Вот. Можешь... Куда тебе покажу, как гвозди прибить. Вот. Если мужчина так заведет в доме, он не претендует там на то, как оставлять там это... Все остальное, как он все это делал. Тогда женщина чувствует себя хорошо. Видите, желание у нас предельные. У мужчины желание на работе, а у женщины желание дома. Теперь, если женщина лезет в работу, можно будет. Как ты разговариваешь с этим человеком? Ну, какая у тебя разница, как я с ним разговариваю? Ну, разговариваю, как могу. Вот. Нет. Тебе вот так надо разговаривать, а я вот слышала, что ты вот такое-то решение принял там. Нет. Надо решение другое принять. Она может, конечно, мягко и подобно ему заветовать, но она должна, не пытаться, не должна пытаться туда лезть очень жестко. Понимаете? То есть, и в целом правило такое, если мои желания направлены... Вот женские желания направлены на женщину. То есть, она общается с подружками, любит их, заботится о нем. Это, в целом, женщине помогает. Как только желание направляется на мужа в нее, она должна сильно подумать. Вот сильно желание по поводу мужа. Мужа. Это уже зона опасная. Вот, допустим, я вот по поводу, допустим, ходить по всей Украине, допустим, если я здесь живу, да, но если я на границу иду, там уже проблемы. Ну, и я живу, допустим, возле границы, да. Ну, я могу куда-то ходить, а куда-то уже нельзя ходить, потому что я просто зашел, им говорят, все, ты арестован. Здесь уже другая страна. Ты чего сюда придется? Покажи паспорт, виза есть или нет. Понимаете? И вот здесь вот очень важно понять, что, допустим, у каждого человека есть сфера своих желаний, где, допустим, женщина занимается с людьми. Это сфера ее желаний, то есть она там умеет заботиться о нем. Есть какие-то вещи, которые мужчина должен с детьми делать, то есть он должен в целом следить, как идет процесс общий, и давать советы. Но в деталях там какие-то там, как одевать ребенка, как его кормить там и прочее. Если он начинает туда лезть, значит он создаёт женщине большие давления. Она напрягается сильно. Видите? То есть свои желания нужно как-то... надо понять, что желания – это огромная сила, которая разрушает отношения. Но, допустим, от чего в семье возникают скандалы? От желаний. Вот если я, допустим, ничего от мужа не хочу, я служу ему, заботюсь о нем. Это желание или нет? Нет. Это мой долг. Это и есть любовь. Вот когда я выполняю перед близким человеком долг свой, любовь спокойно течёт. А если я начинаю чего-то хотеть от него, вот здесь уже начинаем заправлять. И надо понять, что именно хотеть и как. Ну, допустим, хотеть, чтобы он не гулял. Это правильное желание. Но оно само по себе не осуществляется именно тем, чтобы просто его постоянно билить. Он говорит, ты не смотри на других женщин, ну и гуляй там, и напрягать его эти вопросы. Это решается по-другому, потому что все мужчины склонны смотреть на женщин. Все женщины склонны уважать мужчин. Вот видите в них проявление силы, разумности, там они всё это оценивают, это их влияет на психику. Они склонны к этому. Вот так вот, как женщина уважает мужчин, так и мужчина, он попадает под влияние женщин, их красоты. Это каждый мужчина. И есть просто две категории. Мужчин одни бросают в семью и уходят, а другие нет. И вот надо говорить, почему он не бросает. Все мужчины попадают под влияние женщин. Все это одновременно. Но почему этот мужчина остается в семье, а этот уходит? Вот это в разнице. Первая причина – это совесть. И главное – совесть означает Бог. Вот если женщина в семье организует духовную жизнь, есть алтарь, есть молитвы, то мужчина тоже получает совесть, потому что жена – это тот, кто включает совесть в мужа. И это однозначно всегда так. Вот если мужчина любой совестный поступок совершает, то женщина говорит, кто будет реагировать. Жена говорит, как сказала. Вот если сейчас мою жену посадить на лекцию сюда, вот на этом стул свободный, допустим, здесь сидит моя жена, то я буду лекцию совсем иначе читать. Я буду читать его аккуратно, спокойно, не кричит, плохие слова не говорю, потому что она сидит. Она сидит и смотрит какие слова. Я говорю, она не слушает лекцию. В замужество она слушала мои лекции, как по лекциям жила, но как только вышла замуж, она начала слушать, как я говорю. Понимаете? Все поменялось. Потому что она стала женой, она теперь уже не слушательница лекций. И если я ей говорю, ты лучше вот так поступай, она говорит, ты советы будешь давать слушателям свою лекцию. Понятно? Все поменялось. Это хорошо или плохо? Это нормально. Потому что есть сутружеские отношения, есть другие разные виды отношений. И нужно с этим разобраться просто. Понимаете? И так далее.